Лето в самом разгаре, а значит давно пора подумать об отдыхе. И август – прекрасный месяц, который идеально подходит для отпуска. Но часто бывает так, что в путешествиях хочется, а вот куда именно поехать отдохнуть в августе 2023 года решить очень сложно. Обычно отдохнуть и насладиться солнышком все стремятся на юг или в дальние страны, но в этом году по различным причинам многие предпочитают отдохнуть и провести свободное время у себя дома, на родине, и посмотреть уникальные места Русского Севера. Предлагаем вам узнать, где можно побывать и что посетить в Архангельской области этим августом, а если нет возможности попутешествовать, расскажем о самых интересных памятниках архитектуры и истории в этом цикле роликов. Несомненно, жемчужиной Севера России и Архангельской области являются Соловецкие острова – край удивительной красоты, где тесно сплелись история и природа, старинные памятники архитектуры, монастырь и скиты, живые свидетели истории России и сотни чистых озер, окруженных высокими столетними хвойными лесами. Соловецкий архипелаг, а также 5-километровая акватория Белого моря включены в состав особо охраняемой территории – Федерального государственного учреждения Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Соловецкий историко-культурный комплекс внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Духовным центром и главной достопримечательностью Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника является Соловецкий Ставропегиальный мужской монастырь. Соловецкий монастырь на Большом Соловецком острове был основан в 1436 году монахами Зосимой и Германом, а при советской власти стал первым в стране исправительно-трудовым лагерем. Архитектурный ансамбль монастыря расположен на берегу бухты Благополучия. Пятиугольная территория окружена массивными стенами с семью воротами и восемью башнями, построенными в 1584-1594 годах Зодчим Трифоном. На территории сохранились храмы и другие монастырские сооружения. У правителей и государей всегда было особое отношение к монастырю. Так Иван Грозный с особым уважением относился к тогдашнему настоятелю Филиппу Калычеву, а Петр I, посетив монастырь и значительно расширил его владение. Это неудивительно, ведь монастырь всегда выполнял не только духовную функцию, молитвы, образование, богатая библиотека, но и экономическую, развитие ремесел и благоустройство соседних деревень, военную, защиту пограничных земель и политическую. Политическая функция монастыря заключалась в том, что уже с XVI века сюда ссылались политические заключенные, притом весьма знаменитые и аристократические. В этой тюрьме содержались и провинившиеся церковные служители. В советский период здесь находился лагерь особого назначения Соловецкая тюрьма, большую часть заключенных которого составляла интеллигенция, культурная и политическая элита. Подробнее о бузниках Соловецкого монастыря можно узнать в одноименной книге Георгия Фруменкова. В 1922 году Соловецкий монастырь прекратил свое существование. В 1974 году был организован Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. В 1992 году комплекс памятников Соловецкого музея-заповедника был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На Соловецких островах было обнаружено несколько десятков северных мегалитов, каменных лабиринтов, встречающихся только на севере и имеющих большое археологическое значение как предметы религиозных культов древних племен. Время постройки Соловецких лабиринтов датируется I-II веком до н.э. Подробная книга о Соловках содержится в книге действительного члена географического общества Густава Богуславского «Острова Соловецкие», где на основании обширного исторического и искусствоведческого материала и многочисленных архивных источников на фоне истории Соловецкого монастыря дано подробное описание историко-архитектурных памятников Соловецкого Кремля. Соловецкий архипелаг, он же Соловки, как часто называют острова в народе, расположен в западной части Белого моря, всего 160 км от Полярного круга. А знаете ли вы, что существует несколько версий касательно происхождения названия Соловки, которые, конечно, не связаны с названием небольшой серой птички Соловья? В русском языке слово «соловый» означает что-то туманное, мглистое, как говорят, очень похожее на среднегодовую погоду на островах. Однако, если учитывать, что до XV века острова принадлежали Новгородской республике, то можно обратить внимание и на другую версию. Дело в том, что на новгородском диалекте слово «соловки» или «соловцы» означает «белые барашки на море при сильном ветре». Архипелаг включает в себя шесть островов разного размера. Самым крупным островом, где находятся основные достопримечательности и где расположена основная туристическая инфраструктура, является Большой Соловецкий остров, площадь которого составляет 220 квадратных километров. Другими островами, существенно уступающими Большому Соловецкому по площади, являются остров Анзер, где расположены старинные уединенные скиты, остров Большой и Малый Заяцки, острова Большой и Малый Муксалма, известные своей дамбой. Самая высокая точка архипелага находится на острове Большой Соловецкий и называется Гора Секирная, 78 метров. Однако ее название тесно связано с темными страницами истории нашей страны. Именно здесь, в скиту, находился карцер для наиболее провинившихся заключенных в лагере. Климат на Соловецких островах, несмотря на близость Арктической области, достаточно мягкий. Лето не очень теплое, средняя температура чуть ниже 20 градусов. Однако вода в любом случае холодная, 5-7 градусов. Зимой погода тоже довольно мягкая, зимы снежные, а сильные морозы бывают редко. Как сказал Михаил Пришвин в 1933 году, мне бы очень хотелось, чтобы в будущем здесь, на Соловках, устроился бы грандиозный санаторий для всего Севера. Здоровье приходит к человеку в действии, согласованном с его интимнейшей природой. В будущем доктора не станут всех посылать на южные воды и виноград, а в ту природу, в ту среду, где человеку все понятно, близко и мило. Вот тогда-то Соловки и сделаются любимейшим островом здоровья для всего Севера. Острова обладают очень богатой флорой и фауной. На острове, если повезет, можно увидеть зайцев, лис и других некрупных животных. Говорят, на островах совершенно нет змей. В водах Белого моря можно встретить нерп, морских зайцев и тюленей. Особый интерес для туристов представляют белухи. Они подплывают к берегам летом в брачный сезон. Воды Белого моря также очень богаты ценными водорослями, фукусами и ламинариями. Жемчужиной островов является самый северный ботанический сад, который был основан в 1822 году архимандритом Макарием и первоначально назывался Макарьевской пустынью. Площадь, занимаемая садом, составляет 5 гектаров. Первые посадки на территории Соловецкого ботанического сада не сохранились. Сейчас здесь произрастают растения, высаженные монахами, а также посадки заключенных в Соловецкого лагеря особого назначения. Ботанический сад находится под управлением музея и постоянно поддерживается. Остались старые посадки бодана Толстолистного вдоль центральной дороги. На территории сада произрастает более 30 видов древесных растений, около 500 видов и сортов декоративных, лекарственных, пищевых и кормовых растений. Сейчас самыми старшими по возрасту являются сибирские кедры и яблони паласа, которым более 100 лет. Помимо них на территории Соловецкого ботанического сада произрастают липа мелколистная, черемуха пенсильванская, чай даурский, роза морщинистая и многие другие растения, которые климатически не характерны для северных широт. Около сада находился воскобительный завод, по трубам которого тепло подавалось в парники, в них росли арбузы, дыни, персики. Также отапливалась оранжерея с цветами. В заключении несколько интересных фактов о Соловках, которые знают немногие. Соловецкий монастырь изображен на 500-рублевой купюре. Существует две разных купюры. На одной, вошедшей в обиход 90-е годы, фактически изображен не монастырь, а Соловецкий лагерь особого назначения Слон. Именно в годы лагеря крыши монастыря были построены пирамидкой. И только в 80-е годы 20-го века при реставрации монастырь снова получил луковичные крыши. И купюра с изображением нынешнего монастыря вошла в обиход лишь в 2010 году, хотя год выпуска на ней стоит 1997. На Соловках нет рек и почти нет родников. Вся пресная вода на Соловецком архипелаге содержится в реликтовых озерах глубиной до 25 метров, которых на Соловках более полутысячи. И по сей день питьевая вода в поселок и в монастырь поступает именно из этих озер. В заключении несколько интересных фактов о Соловках, которые знают немногие. Соловецкий монастырь изображен на 500-рублевой купюре. Существует две разных купюры. На одной, вошедшей в обиход в 90-е годы, фактически изображен не монастырь, а Соловецкий лагерь особого назначения слон. Именно в годы лагеря крыши монастыря были построены пирамидкой. И только в 80-е годы 20-го века при реставрации монастырь снова получил луковичные крыши. И купюра с изображением нынешнего монастыря вошла в обиход лишь в 2010 году, хотя год выпуска на ней стоит 1997-й. Единственная в мире масштабная озерно-канальная система находится на Соловках. В XVI веке под руководством игумена Филиппа, будущего московского митрополита, на Соловках было построено множество каналов, соединивших изначально 78 озер, находящихся на разном уровне относительно моря, в единую систему. Именно эта система до сих пор и используется на Соловках для подачи питьевой воды. Соловецкий монастырь на протяжении истории пытались взять несколько раз. Самая долгая осада была в XVII веке, которая продлилась 8 лет. Она вошла в историю как соловецкое сидение, и осада могла бы длиться гораздо дольше, если бы не предательство одного из монахов. В Крымскую войну два фрегата английского флота вышли в Белое море и направились к Соловкам, где в течение 9 часов обстреливали монастырь из 120 новых пушек. В ходе шквального огня была испорчена одна икона, убита одна чайка и распугано большинство местных жителей. Сам монастырь остался практически невредим. Как написано в книге «Соловецкие острова» автора-составителя Александра Фролова, год от года растет популярность соловков как почти неприкосновенного памятника первозданной северной природы. К неизменному удивлению многих, природа нескудной, но бесконечно разнообразной, поистине богатой, доверительно обращенной каждому, кто наделен счастливым даром наслаждаться увиденным. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!